Девори было всего девять лет, когда ее котенок Туман таинственно исчез. Это был серый и сырой день, типичный для этого маленького городка, окруженного густыми и мрачными лесами. Котенок всегда был ее неразлучным другом, и девочка не могла вынести мысли о его потере. С тяжестью на сердце она решила, что найдет его, чего бы ей это не стоило. Ее мать, обеспокоенная надвигающимся дождем, попросила подождать, пока погода улучшится, но Девора была полна решимости. Она надела свой желтый дождевик и резиновые сапоги, и, взяв в руки фонарь, вышла из дома, решив вернуть Тумана. Лес вокруг городка был известен своими мрачными историями и слухами о необъяснимых исчезновениях. Однако Девора никогда не верила в эти легенды. Для нее лес был лишь огромным зеленым лабиринтом, полным старых деревьев и секретных троп. Пока она шла, зовя Тумана, слышала лишь эхо собственного голоса среди деревьев. Свет фонаря отбрасывал пугающие тени, и Девора начала ощущать холодок по спине, словно за ней наблюдали. Пытаясь игнорировать это чувство, она продолжала идти вперед, погружаясь все глубже в темноту. Пройдя несколько часов, Девора наткнулась на маленькую поляну. В центре стоял старый и заброшенный дом, которого она никогда раньше не видела. Окна были разбиты, а деревянные стены покрыты мхом и гнилью. Тем не менее, что-то притягивало ее внутрь. Возможно, думала она, туман прячется там от холода. Подойдя ближе, дверь дома с жутким скрипом распахнулась. Девора заколебалась, но необходимость найти своего котенка была сильнее страха. Она вошла в дом, освещая путь фонарем. Внутри было еще темнее, с запаленной мебелью и паутиной повсюду. Вдруг она услышала слабое и тихое мяуканье. Ее сердце наполнилось надеждой, и она побежала на звук, найдя тумана в маленькой ржавой клетке. Прежде чем она успела его освободить, тяжелая рука легла ей на плечо. Девора обернулась и оказалась лицом к лицу с человеком странного вида. Он был высокий и худой, с глубокими глазами и тревожной улыбкой, обнажавшей желтые зубы. «Привет, малышка», — сказал он хриплым и протяжным голосом. «Похоже, ты нашла моего питомца». Девора попыталась отстраниться, но мужчина держал ее крепко. Ее глаза наполнились слезами, пока он тащил ее в темную комнату в глубине дома. Она кричала о помощи, но ее голос заглушали толстые стены и звук начавшейся грозы снаружи. Мужчина посадил ее на стул, связав руки и ноги толстыми веревками. Девора пыталась освободиться, но безуспешно. Мужчина смеялся над ее отчаянием, словно развлекался ее страданиями. «Никто тебя здесь не найдет», — прошептал он, приблизившись к ее лицу. «Теперь ты моя». Часы превратились в дни, и Девора потеряла счет времени. Мужчина кормил ее остатками еды и грязной водой, поддерживая жизнь в ней лишь настолько, чтобы продлить ее страдания. Она проводила ночи в слезах, зовя мать, но никто так и не пришел. Между тем, маленький городок был в смятении из-за исчезновения Деворы. Были организованы поиски, лес был тщательно обследован, но никто не нашел ни следа девочки или ее котенка. С годами история Деворы стала местной легендой. Говорят, что в грозовые ночи можно услышать ее крики, эхом раздающийся по лесу, как предупреждение для тех, кто отваживается бродить по этим мрачным тропам. Некоторые утверждают, что видели призрачную фигуру девочки в желтом дождевике, бродящей по лесу, всегда сопровождаемую черным котом. Но Девору так и не нашли. Ее мать состарилась, ожидая чуда, которое так и не случилось, всегда глядя в окно в надежде увидеть свою дочь, возвращающуюся домой. Странный человек, чье имя никто так и не узнал, исчез так же загадочно, как и появился, оставив лишь заброшенный дом в качестве свидетельства своих ужасных поступков. Лес, который когда-то был для Деворы местом приключений, стал символом страха и печали для общины. А память о маленькой девочке в желтом дождевике преследует сердце тех, кто все еще помнит ее трагическую историю.